Здравствуйте, друзья! С вами снова преподаватель по школьным предметам Елена Владимировна. Мы продолжаем с вами разбирать задачи на проценты для пятого класса. И я очень рада сообщить вам, что у меня появился новый друг Дима Богданов. Дима, дружище, я уверена, что ты и так справляешься без меня. Но все-таки, если ты немножко чувствуешь себя неуверенным, то я тебе сейчас кое-что расскажу. Секрет открою один. Посмотри, пожалуйста, я приготовила тебе список великих математиков. Вот, можешь почитать его. И, ребята, все смотрите тоже. А дело в том, что математику придумали как раз мужчины. Значит, тебе, Дима, и другие ребята, мальчики тоже. Вам остается просто у себя в голове эту дверку найти, открыть, зайти туда и взять все абсолютно знания. Потому что они у вас, мальчики, встроенные, вы с ними родились. И не надо вам бояться математики. Посмотрите, Пифагор, Аристотель, Архимед, Эвклит, Платон. Это все, друзья мои, великие математики. И все они мальчики. Мы, девочки, тоже выкручиваемся, но немножко по-другому. А у вас эта функция встроенная. Пожалуйста, открывайте дверки и берите оттуда с полочек все ваши знания. Однако давайте приступим к задачке. Как всегда, Дим, пожалуйста, и все ребята, и девочки тоже. Читайте, пожалуйста, задачу несколько раз, три раза не меньше. И тогда у вас что-то станет проясняться с самого начала. Почитали? Ну, какие сегодня умнички. А теперь давайте ее читать. Дим, смотри, нужно найти вопрос. Находим вопрос. Какова стала новая себестоимость станка? Себестоимость – это цена, денежка, которую потратили на сам станок. Вот что необходимо сейчас нам с тобой сделать. И со всеми ребятами тоже. Нам надо посмотреть, а стоимость станка стала больше, меньше или осталась такая же. Вот слово-подсказка. Снизить. Снизить. А на сколько снизить? Дим, давай посмотрим. 2% – а всего процентов бывает 100. А 2% – так это же совсем на чуть-чуть снизилось. Было 650, а снизилось совсем на чуть-чуть, на 2%. А прикинь, прикинь, сам немножко, прикинь. Сколько теперь? Но 600, сколько? 630, 625 примерно может стоить теперь станок, да? А зачем мы прикидываем? А чтобы в конце не ошибиться. Ты сейчас увидишь, если, ребята, вы тоже увидите, где может закраться ошибка. Почему эта задача на смекалку? Решаем. Берем нашу формулу. И в нее подставляем то, что известно в задаче. Поехали. Общее количество. Ну, типичный случай. Вот 650 напишем в этой колоночке. Помните, я рассказывала, мы всегда делим на 100, потому что процентов всего в природе 100. Умножаем на процент, который в задаче. А вот он, смотрите, 2. И сейчас мы узнаем 2%. Давайте поделим на 100. Делается это так. Ставим в конец числа точечку. Считаем, сколько у нас в цифре 100 ноликов. Раз, два. Значит, отчеркиваем туда, влево, 2 нолика. Поставим запятую. Вот сколько сидит в одном проценте. 650. А теперь 650 надо умножить на 2. Умножим. Нолик не напишем, он нам сейчас не нужен. Всегда можете нолики откидывать. Если у вас хоть 100 ноликов здесь будет, откидывайте все и вставляйте только то, что после запятой, саму цифру. Помножаем на 2. 2х5, 10, 0, пишем 1, запоминаем. 2х6, 12, 13. Запятую так ставим. Смотрим, сколько всего знаков после запятой и здесь, и здесь. Здесь 1, здесь нет. И тут, значит, ставим в конце числа и отчеркиваем. Вот столько, друзья мои, получилось. 13 рублей сидит в 2%. И вот сейчас подвох. Вот сейчас, смекалка, Дим, смотри. Если тебе покажется, что 13 – это ответ, я уверена, что тебе так, конечно, не покажется. Ты же мужчина, ты же знаешь математику от природы. Но все-таки для девчонок сейчас тоже говорю. Нет, девочки и мальчики тоже. 13 – это не ответ. Посмотрите, 650 – огромная цифра по сравнению с 13. 13 – это только 2%. А как теперь узнать, что у нас спрашивают? Какова стала новая цена нашего станка? А мы вот что с вами сделаем. Это же было первое действие. А может быть, еще и второе. Вот в чем смекалка. Применить надо смекалку. Догадаться, что надо 650. А что такое, она снизилась, эта цена? А это очень просто. Это минус, ребят. Минус 13. Для тех, кому сложно, конечно, в столбик делаем. Дим, уверена, что не сложно, но на всякий случай можно и в столбик. Так, конечно, 637 рублей. Рублей – это новая цена, новая себестоимость. Так что, ребята, вы особенно там не расслабляйтесь, когда видите задачки на проценты. Наша формула, конечно, универсальная, но возможно, что в вашей задаче придется воспользоваться не только ей, а еще и применить смекалку, догадаться, что нужно сделать с задачей. Ну что, Дим, очень приятно, что ты теперь со мной. Буду тебе все рассказывать, любое видео. Обращайся, пожалуйста, пиши. И, конечно, удачи тебе на экзаменах. И всем вам, ребята, и ни пуха, ни пера.